Всем добрый день! Сегодня мы сотрудники государственной автомобильной инспекции проведем для вас виртуальную экскурсию по музею истории создания государственной автомобильной инспекции. Следует отметить, что история данного музея была начата в 2004 году. Именно данный музей, экспонаты, которые здесь представлены, сотрудники ГАИ собирали в течение двух лет. Здесь представлены агритетные экспонаты, которые сотрудники государственной автомобильной инспекции своими руками устанавливали на протяжении определенного времени. И в данном зале вы сейчас можете их наблюдать. Здесь в центральной экспозиции музея представлен мотоцикл «Урал», на котором винный деятель той эпохи, начальник государственной автомобильной инспекции Шишкин Степан Михайлович, на протяжении 25 лет возглавлявший службу ГАИ, ехал в составе спортных делегаций винных политиков в той эпохе. Значит, наиболее тоже интересный экспонат, который представлен в данном музее, это экземпляр первых правил дорожного движения. Экземпляр образца 1940 года. Следует отметить, что единые правила дорожного движения, которые были едины для всего Советского Союза, появились лишь в 1961 году. Вот можно сказать, что данный экземпляр правил дорожного движения, скажем так, прадедушка современных правил ПДД. Отдельно хочется остановиться на дате создания ГАИ. Все вы знаете дату 3-го года. Замечательный праздник у нас в стране, день независимости отмечается. Вот в этот день, 3 июля 1936 года, была создана служба Государственной автомобильной инспекции. История ГАИ начинается с 3 июля 1936 года, как я сказал, и началась она за 5 лет до начала Великой Отечественной войны. Перед работниками ГАИ была поставлена задача по улучшению организации дорожного движения, снижению аварийности. Сотрудники ГАИ занимались подготовкой водительских кадров, проверкой технического состояния автомашин, учетом регистрации и выдачей номерных знаков. На Витебщине Государственную автомобильную инспекцию возглавил Александр Павлович Ивановский. Его фотографию можно видеть на данном сцене. Уже с августа 1937 года и до начала Великой Отечественной войны, ученником ГАИ Витебской области руководил Евгений Гаврилович Давыдков. Несмотря на все трудности, отсутствие опыта работы в ГАИ низкую дисциплину, как среди водителей, так и руководителей многих хозяйств, слабую подготовку водителей, отсутствие транспорта у работников ГАИ, было достигнуто снижение аварийности. На чуточный путчет транспорта, а также организована выдача номерных знаков и регистрационных документов. На счету у сотрудников ГАИ были десятки раскрытых преступлений. В далекие 30-е годы, когда служба ГАИ начала зарождаться, условия работы были трудными. Был совершенно другой уровень жизни, посуду процветала преступность, не было опыта работы. Из-за отсутствия у сотрудников ГАИ транспорта для проведения технических осмотров сотрудникам госавтоинспекции в пешем порядке приходилось преодолевать десятки километров. В период после военного становления областной госавтоинспекцией возглавил Николай Иванович Комков. Его фотография также представляла на стенде. Ну а наиболее известный деятель, о котором я уже упомянул, с 1954 года по 1972 год возглавлявший ГАИ является Шишкин Степан Михайлович. Это фронтовик, это танкист, заслуженный деятель, на счету у которого многие боевые награды, 4 боевых ордена и многие медали. Вот с его слов, когда он только пришел на службу в Витебскую область, штат ГАИ составлял на то время 29 человек. Никакой техники в отделе не было, в области на учете состояло чуть более 3000 автомобилей и мотоциклов. При данном руководителе областного ГАИ в Витебске появились первые светофоры и один из первых светофоров появился на площади Свободы в 1955 году. Сейчас мы обратимся к стенду наиболее интересному, на котором представлены измерительные скорости. Вы можете наблюдать измеритель скорости фара. Здесь также представлен секундомер. С помощью секундомера, нехитрого прибора, инспектора ГАИ измеряли скорость дорожного движения. Ноги измеряли скорость на глаз. Вот секундомер представлен на данном участке. Ни одного сотрудника ГАИ палочки уже стали делать пластиковые. Внутри находился светоизлучающий элемент для того, чтобы в темное время на суток данный жезл был заметен участникам дорожного движения. Почему именно полосатые? Потому что среди различных оттенков именно сочетание белого и черного цвета наиболее видно человеческому глазу. Поэтому данный жезл используется и в нынешнее время, и будет использоваться в дальнейшем. Современное здание ГАИ, в котором находятся сейчас сотрудники ГАИ, ГОИ было построено в 1980 году. Принимали участие в строительстве данного здания сотрудники областного управления ГАИ. Поэтому можно сказать, что данное здание было построено руками сотрудников ГОИ. Отдельно хочется остановиться на профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Этим занимается подразделение агитации и пропаганды. Ранее это была группа агитации и пропаганды. Зарождение данной службы было положено в 1970-х годах. Тогда же прошли первые слеты юных инспекторов дорожного движения. Первый слет ЮИД состоялся в 1972 году. Тогда в городе Витебске было представлено лишь 4 отряда. Это отряды из города Витебска, из города Борши, Полоска и Новополоска. На сегодняшний день отряды юных инспекторов дорожного движения имеют практически в каждом учреждении образования города, района и неются. Поэтому дети занимаются в данных отрядах и участвуют в различных конкурсах, соревнованиях, а также являются участниками многих соревнований. Вот можете видеть фотографии, которые представлены на стенде. Дети участников соревнований. В частности, выезжают у нас в такие российские города, известные как Брянск, Смоленск, где тоже занимают призовые места. В прошлом году ребята выезжали в город Анапу, Краснодарский край, где тоже приняли участие в конкурсе среди федеральных компионов Российской Федерации. Вот такая маленькая экскурсия у нас сегодня была проведена в нашем музее. Поэтому ставьте лайки, ждем ваших комментариев. Ну и также хочется отметить, что работа подразделения госавтоинспекции она заключается не только в агитации и создании отрядов юных инспекторов дорожного движения, но также нацелена на профилактику дорожно-транспортного травматизма в общем. Как вы на этом стенде видите, здесь тоже представлены многие сотрудников госавтоинспекции, то есть те непосредственные обязанности, которые исполняют они ежедневно. На следующем стенде опять же все регистрационные знаки, которые были от момента создания госавтоинспекции до настоящего времени. Занимается регистрацией по учетам транспорта, это регистрационный экзаменационный отдел. Поэтому вот такие вот дорожные, извиняюсь, регистрационные знаки были установлены на транспортных средствах. Следующий стенд представляет собой уже так называемую историю госавтоинспекции, дорожно-патрульную службу, в части батальон дорожно-патрульной службы. Это значит, что с 2019 года батальон переименовали в роту. Ну и вот такие вот значимые мероприятия, значимые мероприятия принимали сотрудники дорожно-патрульной службы. Опять же, не только охрана общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности является приоритетными задачами, ну и также участвуют сотрудники госавтоинспекции в различных спортивных мероприятиях. Здесь тоже представлены дипломы, награды, кубки, которые на протяжении многих лет завоевывали именно призовые места сотрудники госавтоинспекции. Ну и опять же, Василий Васильевич останавливался на отделении агитации и пропаганды. Вот это все, опять же, тут представлено, чем занимается подразделение. Проводят крупные профилактические мероприятия с участием, как вы видите, и высших должностных лиц нашего государства, так и с руководителями непосредственно наших подразделений. Ребята, ребята, которые непосредственно состоят в командах минутных инспекторов движения, вот на этой фотографии они представлены, участвовали в дожинках и сопровождали нашего губернатора. Это 2018 год. Василий Васильевич опять же останавливался на отряде минутных инспекторов движения. Вот фотография от города Анапа. Почему именно туда наши дети поехали? Потому что в том году они выиграли республиканский слет юных инспекторов движения и были победителями, были признаны лучшими. Поэтому в качестве приза они, ребята, поехали на две недели отдыхать в лагерь Смена города Анапа. Вот, в принципе, теперь уже вкратце мы рассказали про историю возраста инспекции. Данные такие экскурсии будем проводить и в дальнейшем. Не только будем вещать из нашего музея госавтоинспекции. Со временем у нас есть еще на территории госавтоинспекции и стоянка со штрафными, куда помещают автомобили, которые попали в дорожно-кранспортные происшествия, а также автомобили, которые с ГОСМ нарушают право дорожного движения. Ну и в заключении, конечно, при исполнении своих служебных обязанностей мы чтим память тех сотрудников, которые именно погибли при исполнении. Их у нас четыре. Вот на этом опять же справедливо они представлены. Поэтому ежегодно мы отдаем дань памяти погибшим сотрудникам при исполнении непосредственно своих служебных обязанностей. Спасибо за внимание. До новых встреч.